Так, девчонки, мы с вами на 5 начинаем новый влог, и опять я его начинаю с вот такой вот посылочки. Это у нас мой самый первый бьюти-бокс от Beauty Bar, от которым я даже не знала, что он мне придет. Мне пришел курьер и принес вот эту красоту. Я когда посмотрела на коробку, она такая была еще коробка сверху, я подумала, боже мой, что же там такое лежит, очень легкая. И это вот такой вот классный бьюти-бокс. Так, у нас в коробке должно быть оригинальный конжаковый спонж для ежедневного умывания, натуральный бальзам для губ, для увлажнения и бережного ухода с приятным ароматом, ночная маска увлажняет и освежает кожу, пока ты спишь, резинки-спиральки для волос, крепко держит волосы, не оставляя заломов, и уникальный спонж. Давайте вместе с вами откроем, посмотрим. Это так интересно вообще. Мне просто никогда такая красота не приходила, поэтому... Еще и под ногти подходит, давайте посмотрим. Так, так сейчас. Сейчас я открою тут аккуратненько, чтобы коробочку не повредить. Ой, какая прелесть! Вы видите состав? В общем, вот он, бальзамчик. Это у меня бальзам с мятой, вот такой вот. У меня до этого еще ни одного косметического средства от Beauty Bar не было. Вот такие вот резинки прозрачные. Ой, какие вы умнички, что положили прозрачные. Такой вот открывшийся спонжик. Как раз-таки я очень хотела черный. Интересно, он разбухает в воде или нет? Тоже все буду пробовать. Интересно. Так, что у нас тут еще лежит? Ага. Вот такая вот маска. У Татьяны Икс я уже видела, что эта капсулка у нас как-то лопается внутри маски. Такая вот жемчужная. И вот так вот наносите перед сном. Дальше еще вот такая вот у меня маска. Это у меня жемчужинка была, а это авокадо. Вот такая вот интересная маска. Так, 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 так. И вот он, самое большое, самое большое, что тут есть. Это вот такой вот конжаковый спонж сердца. Блин, это так все красиво, так все мило. Большое спасибо компании Бьюти Бар за такую очень классную, по-настоящему классную коробочку. Я просто в восторге, все буду пробовать. И спасибо большое еще. Мы сейчас с вами находимся хорошечно в моей ванной. Вот. И я хотела бы с вами вместе сегодня протестировать некие новиночки, которые мне пришли. Это мы с вами будем тестировать конжаковый спонж от Бьюти Бара, который... Коробочку, которую мне прислали, вы уже видели в начале. Дальше бальзамчик вот этот вот откроем с вами, нанесем на мои пошелушащиеся губки. И также сделаем мультимеск вот с этими вот масочками. Каждую масочку я уже пробовала. Вот честно пробовала. И мне каждая понравилась по-своему. Они очень крутяцкие. И они полностью оправдывают эту сумму 1200. Но 1190, по-моему, так где-то они стоят. Одна маска у меня... Это Бишайн, кстати, не назвала. Одна маска у меня идет глиняная маска. Деликатный пилинг для лица. Очищай. Вот такая вот. Ее мы будем наносить на вот эти вот зоны. На зону Т-области и также на подбородок. И еще нанесу вот сюда вот. Чуть-чуть на шею даже можно залезть. Эту маску я буду наносить. Вот так вот она выглядит. Эту маску я буду наносить на вот эти вот зоны. Я сейчас смою макияж. И вы видите, у меня кожа после ТСАшки еще немножечко не отошла. Она слегка такая красноватая. Но благодаря корректорам, которые я вам показывала в своем видео от Makeup Revolution, очень даже неплохо все маскируется. И в принципе так вот можно спокойно ходить на работу и этого не видать. И вот такая вот маска «Просыпайся». Так сказала, да, что вот эту маску буду наносить на вот эти вот зоны. А вот эту маску «Просыпайся» на все оставшиеся. То есть вот сюда вот и вот сюда вот будем наносить. С вами еще можно чуть-чуть на шею залезть, так скажем. И давайте, наверное, приступать. Вот смывать я макияж. Заодно покажу вам, как это все в действии. Что такое? Кожа еще как слазится с лица. И как остается вот тут вот. Да, вот так вот. Смывать все мы будем с вами вот таким вот тающим лосьоном для снятия макияжа на основе масла «Макадамии» от марки «Саланж». Это очень интересный на самом деле продукт. Тут у нас, кстати, ну, все полупечет. Ну, конечно, уже и время 10 часов вечера. Так, очищает, тонизирует, увлажняет и питает. Изначально тут было сказано, что нужно нанести на руки этот лосьон, распределить по всему лицу и смыть. То есть двух минут нужно постоять, подождать, пока все это дело подействует. Но я нашла другой способ, более практичный, я так думаю. Мы с вами берем обычный спонжик, обычный просто спонжик, наливаем это все действие. Кстати, это все очень жидкое. Вот сейчас, видите, прям вода водой. Вот. Вот так я беру, наливаю чуть-чуть вот. Вот так вот, оп, спонж другой промакиваю. И смываю вот таким вот образом макияж. Если я вижу, что я чуть-чуть не нанесла, вот видите, сразу практически смывает. Мне еще хочется немножечко средства. Делаю еще раз такие движения и уже на несколько секунд прикладываю. Никогда не трите свое веко. Если вы будете его постоянно тереть вот так вот из стороны в сторону, у вас очень рано появятся гусиные лапки. Все-таки лучше прикладываю чищими такими движениями. Вот, видите, я прикладываю и весь вот этот вот пигмент, да, от туши, от всего остального, от теней, остается на нижнем веке. То есть все очень быстро удаляется и без проблем. С глаз я все смыла и вот мои два грязнючих спонжа. Теперь, знаете, что мы будем с вами делать? Смывать с лица. Для этого я наливаю этот лосьон на руку. Абсолютно его вот немножечко надо. Он очень жидкий. Вот так распределяю и наношу вот на лицо. Запах очень кайфовый на самом деле. Это какой-то косметикой, знаете, приятные советские воспоминания. Когда вот только вышла советская косметика, я помню, у меня мама пользовалась и я очень часто любила нюхать косметику. Я не знаю, с чем это связано, почему я так любила делать, но тем не менее это был кайф и вот этот запах приблизительно похож. Теперь мы берем с вами и просто умываемся. Умываемся с гелем для умывания, но вот с такой вот штукой, сейчас покажу. Не с обычным гелем классическим, а я вот умываюсь вот с этой штукой. Это у нас жидкое мыло для умывания для нормальной кожи, черная пенка. Мейкап эксперт, она именно направлена на снятие, вот у меня чуть-чуть ее уже осталось, на снятие макияжа. Мне она нравится, как она действует именно, если использовать по инструкции. Мы ее нанесли с вами. Чуть-чуть, сейчас я намочу руки, чуть-чуть и еще раз вот так вот махирующими движениями пройдусь. Чтобы нам все хорошо посмывать с нашего лица, всю косметику. И уже краснота так вот вдвивается немножечко. ТСА я делаю на самом деле с года в год по ряду показаний. Это рубцы и пока что результат меня устраивает. Бывало я делала и два, и три раза в год, но как бы в этом году у меня такой возможности, к сожалению, нет. Все, мы просто берем и умываем. И липкости, ничего не остается. Сейчас не очень хорошее освещение, и вам может казаться, что у меня кожа в пятнах. Хотя, может быть, кстати, оно так и есть. Но я все-таки вижу при дневном освещении, что у меня нормальная кожа не в пятнах. Так, так, так. Дальше следующее действие. Открываем с вами вот этот вот конжаковый спонжик. Ой, какой он миленький. Вот такой вот он симпатичный. И я достаю свою мулашку. Мулашка у меня такая вот от Evelyn. Evelyn Pure Control. Гель для умывания. Скраб плюс смазка. То есть это три в одном, но больше всего подходит как такой скрабирующий, знаете, гель для умывания с легкими скрабирующими частичками. Но никак не маска уж тем более. Я намачиваю спонж. Становится очень такой вот мягкий, пластичный. Теперь я наношу немножечко геля для умывания. Будем это так называть. Немножечко это вот столько. На свое лицо, а не на спонжик. Если вы будете наносить сразу на спонжик, то половину продукта спонжик впитает. Или же половина продукта, или половину вот этих вот скрабирующих частичек. Поэтому вот так вот наносим все это дело. Можно на влажную кожу, можно подсушить полотенце, неважно в общем. Все, нанесли. Остатки можно убрать вот так. И уже тогда мы с вами делаем такой легкий массаж. Девчонки, он такой мягкий, блин. Это просто какой-то кайфовый спонж для умывания. С фикс-прайсовским, вот честно. При всей моей любви к фикс-прайсу не сравнится. Вообще такой он классный. Сейчас чуть-чуть еще намочу вот так вот. Ой, какой кайф. Вот про что я его говорила. Видите, половина продукта ушла в спонжик. Это такое деликатное очищение. Сейчас мы с вами лосьоном проверим, смылась ли у нас вся наша косметика. Кстати, маленький лайфхак. Когда вы хотите отрастить свои брови, чтобы они у вас были густые и красивые. Если вы пользуетесь какими-либо скрабами для лица, да, вы скрабируете свое лицо, скрабируете и брови. Это спровоцирует не только быстрый рост, но и немножко ваши брови станут темнее, чем они есть на самом деле. Ну, конечно, не нужно увлекаться, иначе вы, я не знаю, что вы сделаете со своими бровями, и они просто у вас покраснеют. Поэтому, как бы, тут тоже нужно знать особую меру. Все, я помассировала, и сейчас мы с вами все это дело смоем. В шоке. На что уж вот эта умывашка никогда не пенилась. С этим спонжиком она невероятно круто вспенилась, и мне кажется, нужно было количество в половину, чтобы нормально умыться. Но кожа после нее, посмотрите, она прям такая, вот видите, она сияет. Очень классный спонж, вот его прям советую. Я сама его буду 100% заказывать. Дальше мы с вами берем спонжик обычный. Сейчас полотенце повешу. Так, обычный спонжик, тоник, который меня вполне устраивает. Правда, я не вижу какой-то антиакне эффект. Это тоже салан, что ник для проблемной кожи, препятствует окна, очищает и увлажняет. Я уже довольно-таки давно его тестирую, но единственный нюанс, у меня очень много тоников, поэтому его так мало я израсходовала. Я наношу на ватный диск. Я всегда после умывания тонизирую кожу, даже если я наношу после всего этой, всех этих процедур, маску. Вот. Кстати, на реальной жизни не такое уж красное лицо, как на камере. Все-таки освещение играет очень важную роль. Вот так вот, мы с вами протираем, все хорошо. Вот, ватный диск чистенький. Да, абсолютно чистенький ватный диск. Теперь, что мы с вами будем делать? Мы будем с вами делать вот такую вот штучку. Я вам показывала уже ее в своих покупках. Я проконсультировала со своим косметологом, она сказала, такими штуками пользоваться тебе можно. Это у нас идет лактоактивный микропилинг с люмисферами для лица. Оскление сияния лифтинг способствует интенсивному отшелушиванию омертвевших клеток, полирует, в общем, выравнивает микроэллиги в коже, возвращает коже безупречный ровный тон, сияющий фарфоровой кожей. И у него очень такой экспресс применение. В общем, мы с вами наносим это все дело на ручки. Вот так вот. Чуть-чуть абсолютно надо, он не щипет, он абсолютно комфортный. Вот такой он консистенции, вот так я делаю. И аккуратненько массирую, вот так. У него вот даже запах немножечко напоминает пилинг, который идут вот именно на молочных кислотах. Когда вы, если были хоть раз в косметолога, и вам делали такие пилинги, которые идут на таких легких кислотах, не ТСАшки, ничего, не там еще какие-то более сильные. А вот такие легенькие, вот как раз так он так же пахнет. Очень приятный, он мне нравится по действию. В общем, я вот так массирую 2 минуты и смываю. Делается, то есть не так уж много времени занимает, но тем не менее эффект обалденный есть на коже. Ну и давайте перейдем к Бишайну. Первое, очищаю у нас склиняная маска. Они абсолютно не сушат кожу, даже мою очень такую оголенную. Вот, их немного нужно, вот такого вот она цвета. И время выдержки 15 минут, но я вам хочу сказать, она абсолютно не высыхает даже за 15 минут. Музыка. 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 Мы ее будем наносить на все оставшиеся наши зоны. Кстати, я забыла вам сказать, что в ее составе идет вообще все маски от Бишайн. У них у всех сзади написан состав полностью на русском языке. В составе ходит вода, какао-порошок, каолин. Каолин это глина, красная глина, какао-бобы, тертое масло, масло карите, масло макадамии, эфир. В общем, дальше идет спирт, растительный глицерин, экстракт какао, витамин F, витамин E, масло облепихи, экстракт розмарина, гиалуроновая кислота. Ну, вообще, суперский состав. И, ой, отдушка такая кайфовая, боже мой. Ради этой отдушки можно продать родину, мне кажется. И посмотрите, это прям полностью шоколад. Кстати, многие сравнивают их, я, по крайней мере, на отзовиках читала, в отзовиках, так скажем, с масками от Сифары. Вот как раз-таки я завтра поеду встречаться со своей подружкой, подрюжкой. Вот, и она мне сказала, что у нее рядом, она переехала, раньше мы с ней прям вот рядом жили. Она сейчас переехала, и она сказала, что у нее есть Сифары, ну, рядом там, у нас в Рашиловский торговый центр, она там рядом живет. И она сказала, что у них в Эльдебате, по-моему, да, в Эльдебате есть Сифара. И вот мы завтра с ней пойдем, как раз-таки зайду к ней в гости, может быть, она мне даже разрешит ее поснимать, не знаю. Вручаться не буду, потому что, ну, мне такая стесняшечка. Ну, может быть, просто не хочет светиться на камере тут, как говорится, каждый решает сам, хочет ли он сниматься в видеороликах или же не хочет. Так что вот так вот. И куплю их, и посмотрю, пару-тройку, может быть, штук себе возьму, и посмотрю, сравню, по крайней мере, как будут они действовать на моей личной коже. Все кожи разные, абсолютно, тут я согласна. Но это действует хорошо, на ком-то плохо. Так что вот такие вот дела. И вот сюда. Ой, ну какой это кайф. Все, наша мульти-маска готова. И держим это все дело 15 минут. Смываем, и дальше я вам покажу, как я буду ухаживать, так скажем, вечерний мой моцион ухода за кожей. Дальше. Мы берем с вами вот такой вот лосьон почищающий. Я показываю лично свой уход. Многие могут сказать, что вот, она неправильно делает то, неправильно все. Но каждый приспосабливает свой ежедневный уход под себя сам, так скажем. Так, это у нас люкские самоомоложения лосьона. Вот такой вот, показывал вам его уже. Я беру ватный диск. У меня вообще очень много ватных дисков уходит. Три нажатия делаю. Вот столько. Такого количества мне хватит. И протираю свою мордочку этим лосьоном. Как он классно пахнет, блин. Я просто кайфую. Закончила. Вот такая вот у меня есть классная штука. Я ее очень часто пользуюсь. Это омолаживающая коллагеновая сыворотка-концентрат для лица. Интенсивный лифтинг и заполнение морщин. Вот такая вот. В общем, она такая густючая. И, по-моему, рецепты бабушки Агафьи, если мне не изменяет моя память. Я с помощью пипетки наношу небольшое количество на свою кожу. Вообще, после пилингов различных без сывороток вообще никуда. Потому что кожа еще не восстановилась у меня. У меня прошла только неделя. И постоянно нужно увлажнять, впитать. И, конечно же, очищение никто не отменял. У меня какие-то там грубые маски-пленки. Или же глиняные, полностью глиняные маски. Не с добавлением масел, которые я сегодня делала. Полностью такие глиняные. И я делаю такой маленький массажик, чтобы все это дело у меня очень хорошо впиталось. Ну, и дополнительный массаж не помешает, я так думаю. У меня есть масло вообще, которое я использовала раньше утром и вечером. Сейчас только вечером. Утром я использую от NovaSweet вот это масло. Кто-то мне говорил, что оно слабое. Даже для, по-моему... А, нет, вру. Для сухой кожи кто-то говорил, что оно слабовато. Для моей жирной прям самое то. Это омолаживающее масло Elixir Beauty Oils. Такое для лица и шеи я его утром использую под крем. А сейчас буду использовать вот такое вот. Мне тоже его дарили. Там была маленькая инструкция. И сказано было то, что оно противовырубцовое. Такое заживляющее. В общем, очень интересное масло. Он такой желтое. Вот, видите, он прям как растительное. И также я чуть-чуть его наношу. Вот так вот. В принципе, вот этого количества. Чуть-чуть, да, две капли хватит. И также делаю такой маленький массаж. Тут все немножко посложнее, чем с сывороткой. Так как масло менее пластичное. Это нежели сыворотка. Вот такими движениями делаю тоже такой маленький массаж. Об этом всем я читала в интернете. То есть это я не с головой взяла. Также можно разогреть вот так вот ладошки. Да прям тепла, тепла, тепла. И вот так вот прикоснуться к лицу. Оно не быстро впитывается. Оно вот такую жирную некую пленочку оставляет на лице. Но нам эта пленочка, я вам хочу сказать, на руку. Вместе с этим маслицем, который мы нанесли на кожу, очень классно будет впитываться в комбо-крем. Я сейчас пользуюсь черным жемчугом. И мне он безумно нравится. Я, правда, не знаю, что это за программа вообще омолаживающий биокрем. Вот такой вот со светлой крышкой, это дневной. А нам нужен ночной. Сейчас мы нанесем кремик. И, в принципе, мой уход на этом всем закончен. Не люблю такие банки. Вот, откровенно говоря, вот длинные ногти. Вот как туда залезть, а? Я вот так вот делаю обычно. Поддеваю и наношу. В принципе, я вам показала свой вечерний уход. Все это я делаю за час до сна где-то, чтобы на моем лице с утра не было лишних отеков. Что по поводу средств. Спонжиком я осталась безумно довольна. Он мне просто... Вот я пищу от него, он реально классный. Давайте еще бальзам на губы нанесем. Так, по поводу масок. Вот этих вот масок от Be Shine. Очень я их люблю. Мне она... Вот вообще маска эта реально очень нравится. Особенно вот эта просыпайся. У нее запах просто обалденный. Ну и все остальные очень-очень классные, я вам хочу сказать. Несмотря на то, что там написано, нужно использовать раз в неделю, по-моему, или два раза в неделю, я каждый день использую и прям кайфую. У меня кожа реально изменилась. Видно, как говорится, в совокупности со всем, что я делала, какие у меня манипуляции, состояние кожи намного улучшилось. Вот такой вот бальзамчик. Он чем-то на EOS похож. Вот такая выемка, чтобы удобно было держать. Вот так вот он выглядит. Запах у него мятый. Ну, довольно-таки жирненький. Вот, видите? Не имеет цвета, что я очень приветствую в бальзамах. Ненавижу вот эти вот красящие бальзамы, губы. Поэтому как бы тут... Тут мне угодили. Со спонжиком 100% угодили. Еще потестируем с вами спонж для нанесения макияжа, резинки. Но вот эта вот пока что штучка тоже мне понравилась. Посмотрим, как она будет заживлять микротрещины. Надеюсь, вам мой вечерний уход был интересен и полезен. Девчонки, я сейчас сделала такое мини-срочное включение. Хотелось бы вам кое-что рассказать. Дело в том, что мне вчера буквально написала девушка. Ее зовут Светлана. По поводу термоса. И комментарий был построен таким образом. Эх, Алена, а я тебе верила. Девчонки, типа, не покупайте этот термос. Кто смотрел там покупки Magnet Cosmetics, тем поняли, о чем я говорю. Не покупайте этот термос, который стоит вот 480 рублей, да, без скидки. Потому что он, я купила его. Она пишет, что она купила его осенью. И он абсолютно не держит температуру. То есть легче купить обычный металлический и так далее. Так вот, девчонки, неужели я враг себе и покупаю второй раз то, что мне не подходит. Я вам покажу еще первый термос свой голубой, который я отдала бабушке. У меня бабушка очень любит заваривать боярышник, еще что-то. Неужели я такая дебилка, чтобы купить повторно один и тот же термос, который плохой? Вот серьезно. На самом деле, когда вы покупаете термос, да, вы обязательно должны его проверить. Как проверяют обычно термоса? Не выкидывают чек, когда покупаете, да, оба платья. И заливаете на кипяток, по-моему, да, кипяток на целый день. И смотрите, держит ли термос температуру. Если он у вас не держит температуру в течение суток, да, хотя бы там не горячий, никто не говорит про горячий, а хотя бы там теплый, да, то вы должны его вернуть, потому что это заведомо брак. И еще один такой нюанс. Я это все покупала за свои деньги, и никакой мне там доли не было. Одно дело, да, там мне пришло бы что-то на обзор, предположим, да, какой-то термос, грубо говоря, за 5 рублей, да. И я тут вам его втюхала, но он очень плохой оказался, и девушка по моему совету заказала, и тогда уже мне написала. Это да, это постыдно, и это, я считаю, очень был бы правильный комментарий. Но тут, я считаю, немножко он неуместен, потому что, ну зачем мне реально, какая мне выгода втюхивать вам то, что плохое. Вот серьезно, я от этого никаких денег не имею, магнит мне не выплачивает никакую долю. Я просто пошла, купила и показала вам это в своих покупках. Никто вам это не навязывает. Если вам не нужен термос, не берите. Такие я комментарии вообще не понимаю. Если у кого-то он не держит температуру, любой термос, если он не держит температуру, это значит брак. Серьезно. Это значит, нужно пойти его и поменять, а не говорить, что все вокруг плохие. Но я надеюсь, вы меня поняли. Это просто чисто такой вот крик души, потому что меня этот комментарий просто на самом деле убил. Что я якобы в тебе разочарована, потому что ты советуешь тот термос, который я купила осенью, и он мне не устраивал. Значит, у тебя был брак. Вот серьезно. Ну, я думаю, вы меня поняли. И никто, я надеюсь, не обидится на сие высказывания. Просто в комментариях это очень долго рассусоливать. А так, когда я записываю и говорю лично, то тогда, мне кажется, намного быстрее, намного четче передается мысль, нежели в комментариях. Вот. А мы с вами едем. На ногти мы с вами едем. Я не успела вчера записать вот это все, что мы там с Катькой ходили-бродили. Мы с ней вчера поедали, шли Макдак, потом походили там в Сифаре, вот там, так далее. Потом купила я все-таки две маски. Отдала я 500 рублей. 550, по-моему, да. Вот. И не хотела я снимать. На самом деле, мы очень долго не виделись. И мы с ней лалы-лалы-лалы-лалы. И в итоге я ничего не поснимала. А в торговом центре мне лень было, если честно. А маски покажу попозже. Уже попробовала. Вот. Потому что я сейчас уже опаздываю к своей святусе. А ногти я вам покажу, какие я сделаю. Поехали. Девчонки, вы не поверите. Я только что приехала с гипермаркета ОК. И там были такие скидки сегодня. В общем, я потратила... Ну, там в основном скидки по карте. Я потратила без скидки около 3000. А так две с чем-то вышло. Я сейчас вам покажу, что купила. Вот многоточек, которые я сделала у Светика. Это обычная втирка на всех пальцах. На всех пальцах. Вот. Когда Светик у меня спросила, говорит, что ты хочешь? Я говорю, да я не знаю. Я хотела белые ногти и на них сделать кошачий глаз. Но она сказала, что на белых ногтях кошачий глаз не смотрится. Поэтому мы долго думали. Она мне сначала сделала втирку на одном пальце. Потом я говорю, хренач все. Вот. Несмотря на то, что втирка довольно-таки нестойкая. Ну, сколько прохожу, сколько прохожу. Ну, мне кажется, забавно смотрится. Короткие сделаны. Ну, под свои, в общем. Не стала оставлять ту длину. Хотя многие мне писали. Господи, оставь ту длину. Она классная. А мне неудобно. Серьезно. У меня вот эта вот длина ногти сама вбивается в... Это у меня куртка лежит. Я сейчас опять уходить собираюсь. Фигачивается, так скажем. В любые места такие неожиданные, так скажем. Вот. Поэтому как бы вот так вот. Поэтому пришлось укоротить. А мне, кстати, очень удобно с короткими. Наверное, так же я оставлю такую длину и буду с ней ходить. Конечно, бывает хочется длинные, но в основном короткие. Я для чего к вам сейчас включилась? У меня просто вот сказать, что дохренища вопроса по поводу цвета волос. Это вообще ничего не сказать. Меня везде просто атакуют этими вопросами. Что за цвет волос и так далее. Девчонки, я вам раз и навсегда расскажу, почему, как я покрасилась и так далее. Для начала, к тех, кто смотрели мой вот этот вот влог перед Рождеством, по-моему, или Рождественский какой-то влог. В общем, мы там готовили пельмени и так далее. Я там вам рассказывала, что ко мне приходила девчонка моя знакомая, подружка. У нее 6-го числа был день рождения, и она меня осветлила. Осветлила она меня один раз и протонировала краской. Краской, блин, какая там 9, 17 стелевская. Вот, затем я, недолго думая, подумала, что это не очень хорошечный цвет. Кстати, слово хорошечный. Кто-то придрался, что я там взяла их, это слово у хаменок. Я его действительно взяла у них. И я это постоянно говорю, что хорошечный я взяла у хаменок. Но изначально это слово принадлежит усачу из рекламы жатецкого гуся. Да, между прочим, поэтому хорошечно это слово никем не запатентованное. Поэтому, ну, как бы хаменка, я думаю, против не будет. Вот. И я такая взяла и еще 3 раза почистила цвет волос. Я поехала в Азбуку Красоты. У нас она находится в 7 звезд. И попросила, сказала, что мне нужно сделать. Она говорит, сделай так и так. Дала мне порошок обычный, стейлевский, 3% окислитель. Я 3 раза почистила цвет. Конечно, не сразу. Это было в несколько дней, точнее, в неделю. Но я привыкла. Я, в принципе, если вы хорошо знаете свою структуру волос, если вы хорошо понимаете и слушаетесь свои волосы, тогда да. Кстати, брови у меня ярковатые. Я просто их тушью чуть-чуть переусердствовала, накрасила. А так они не сильно ярковатые. Просто на ресницы все не пойду, поэтому глаза не накрашены. Вот. И она сказала, что вот, если ты знаешь, что твои волосы как отреагируют, лучше так. Она мне давала 3% окислитель. Я это все дело почистила и закрасила 9 и 8 уровнем обычный эстель принцесс. Все. Больше я ничего не делала. Иногда я тонирую тоникой. То есть в ковшике развожу 8-10 тоника. Иногда вот этим вот белорусским тонирую. Иногда еще каким-то. В общем, все зависит от вашей структуры волос. Если мне при смешивании того или иного оттенка дал на волосах именно такой цвет, не факт, какой даст вам. Вот это как бы вы должны учитывать. То есть если вы купите, предположим, тот же самый оттенок, что у меня, не факт, что он у вас такой же и получится. По итогу все зависит от самой структуры и от волос в принципе. Я, как и сказала ранее, я буду сегодня делать наращивание ресниц. Не знаю, какие сделаю. Может быть, сделаю классику. И как типа лисичек. А может быть, и сделаю и 3D или 2D. Посмотрим. Ну, давайте я вам продукты теперь покажу. Вот. Я включила вспышку. Поставила все на пол. Как всегда на штатив. И поехали. Сейчас тебе присядет Алена, старушка. Вот гипермаркет окей. Кто не знает, погнали. Так, чек. Оставлю. Потом вам в конце озвучу цифры. Вот такой вот сыр Виола был на скидках. Это плавленый сыр с обычными лисичками. Это грибы такие. Тут 400-граммовая упаковка. Ну, знаете, я не скажу, что он какой-то супер вкусный, но тоже неплохой. Не хуже Хохланд. Дальше. Вот такая вот каша с черникой и малиной. Каша. Так что-то прям красиво получилось. 0 минут варки, 350-граммовая упаковка. Я вам честно хочу сказать, взяла, потому что мне лень с утра заморачиваться и варить кашу. А вот пакетированная каша мне абсолютно не нравится. Я решила попробовать именно эту. Тем более она была на скидках. Дальше. Моя любимая колбаса, сосиски, все именно от вязанки. И те, кто ищет идеальную колбасу, я советую присмотреться к данной марке. У нас в семье ее любят вот от и до. И сосиски, и сардельки мы брали, и колбасы. Обалденная вот эта вязанка. Это у нас с вами. Сардельки, вязанка столичная. Мясной продукт, колбасные изделия. Вареная. Упаковано. Тут также дата упаковки, срок годности и так далее. Тут у нас на килограмм 146 грамм. Дальше. Вот такой вот творог. Просто квашеный 2%. На самом деле я терпеть не могу обезжиренный творог. Я считаю его абсолютно бесполезный. Так же, как и обезжиренный кефир. Многие могут со мной поспорить, но я, даже будучи худеющей, беру себе именно с процентом. От 2 до 5. 5% творог мне от простоквашины не нравится, а 2% прям самое то. Можно со сметаной, я иногда бывает с вареньем. Я думаю, можно. Так, 2 масла. Коровка из кореновки. Вот такое вот сливочное традиционное. Вообще я всегда беру 82,5%. Объясню, почему все остальное, что до 82%, сейчас поудобнее сяду, до 82% является спретом. А вот именно такой процент масла является именно сливочным маслом. И я всегда ищу именно с таким процентом масла. Тоже оно что-то на скидках было, 2 штучки. Дальше у Юлечки увидела вот такую вот детскую зимнюю гигиеническую помаду «Морозка». Я, кстати, про нее забыла. Я вот одно время пользовалась и пантенолом, и «Морозка», но это было по детству. Про «Морозка» я вообще забыла. Она напомнила мне, и я решила взять. На кассе я сделала, 34 рубля, по-моему, стоила. Но я вам в конце еще цену скажу. Дальше, дальше, дальше. Альметы. Альметы, сыр вот такой вот с томатами. По 60 с чем-то рублей он стоил по скидке. Вообще сыр альметы. Да, творожный я еще не брала. Я в основном или Хохланд, или еще какой-то. Так, дальше. Дальше, вот такая вот сметана. Это у нас 15% сметана по 30 рублей, простоквашина, нормальная сметана. Дальше, два вот таких вот сыра викотта. С ними вот в индивидуальном исполнении вообще мне не нравится этот сыр, но с ним очень классно запекать яблоки в духовке. Девчонки, если не пробовали, обязательно попробуйте. Это что-то с чем-то. Я раньше, кстати, тоже не понимала его, но потом распробовала. Сейчас я перекусить себе взяла вот такие вот трубочки с сыром. У них, кстати, калорийность очень маленькая. Тут у нас 389... Так, нет-нет-нет, 389 это не то, это за килограмм. 226 грамм на 87 рублей, срок годности 12 часов. Пищевая ценность у нас идет... Так, 221 килокалория на 100 грамм. В общем, такие штучки, но, естественно, я их все не съем. Но это самое безобидное, что я там нашла. На быстрый перекус, так скажем. Дальше. Взяла вот от их производителя то, что надо. Икра баклажанная, 360 грамм. К сожалению, я не увидела то, что там внутри находится. Я это не очень приветствую, но все-таки решила попробовать. И вот еще одна кабачковая. Это баклажанная-то была. Вот она. А это у нас с вами кабачковая. Так, еще одна сметана. Вот такая вот. Блин, помялась в машине. Тоже от простоквашины, 30 рублей, по-моему, она стоила. И еще два вот таких вот сыра альменте с огурчиками и зеленью. Очень аппетитно звучит. Я есть хочу, пипец. Так, дальше, дальше, дальше. Приправы давайте покажу. Тут у нас абсолютно немного всяких разных приправ. Чеснок вот такой вот, сушеный, то, что надо. Еще один чеснок. Сейчас мы быстро по ним пробежимся и перейдем к второму пакету. Хмелья-сунели. Обожаю эту приправу. Раз, два. Это у нас что, три. Перец душистый горошком. Закончился. Дальше. Перец тоже горошком. По-моему, несколько штук я брала. Еще. Вот такая вот смесь пряностей для рыбы. Очень даже сносная, кстати. Тут всего 15 грамм, но и по цене она довольно-таки бюджетная. И еще она вот такая для рыбы. Дальше. Приправа для рыбы еще такая вот. Добрый гном. Не брала ни разу. Интересно попробовать. Переходим к следующему пакету с вами. Ну, это сканворды. Это мне попросили мои родители взять им. Дальше. Сок, фруктовый сад, апельсин. Я обожаю апельсиновый сок. Не ездила в фикс прайс. В этот раз взяла себе апельсиновый за 84 рубля 2 литра. Это очень выгодно. Дальше. Вот. Про колбасу я вам говорила. Вот такая вот колбаса вареная вязанка. Я раньше брала себе и ветчину, и колбасу. Но сейчас я поняла, что все-таки вареную колбасу люблю больше. Тут, кстати, должен быть такой вот листик. По-моему, оторвался он у меня. Со сроком годности. Но, к сожалению, его нет. Кстати, тут у нас по... А, вот он. Наврала. Вот он есть. Обычная, классическая. На килограмм 358 грамм. Так. И годен до 05-3-18. До 5 марта. И последнее, что я купила, это 3 вот таких вот киселька. Я обожаю этот кисель. Он ничем не хуже, чем тот кисель, который я беру в покупочках по 30 с чем-то. А он стоит 19. Тут у меня со смородиной. С брусникой вот такой вот. И с вишней. Вот такой вот кисель. Я, наверное, вам озвучу цены. Кисель по 19 рублей. Так, дальше. Нектар, фруктовый сад 84 рубля. Приправа 8,40. Добрый гном. Приправа то, что надо 7,19. Перец с душистым горошком 13,39 рублей стоил. Так. Еще одна приправа добрый гном. Тоже 8,90 на 40 копеек разница. Не на 40, получается на 50. Ладно. Приправа окей чеснок. 13,40. Смузи мы еще брали. В машине выпили. Так, 35,49. Журнал кросс-сканворды 25,90. Трубочки с сыром 87,91. Сыр рикотта 79,99. Сыр творожный альметта 69,99. Икра кабачковая у нас идет 19,99. Икра баклажанная 39,99. Колбаса вареная у нас идет 199 рублей. Каша овсяная 69,99. Дальше. Сметана простоквашена 39,99. Творог простоквашена 59,99. Так, творог. Да, 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 да. Сметана 39. Помада морозка 35 рублей. Сыр плавленый виолетта. Это вот это вот с лисичками. Виола, да, правильно, наверное. 139 рублей. И сардельки вот эти на 253 рубля получается, да. Так, так, так. И всего у нас скидка составила 865 рублей 90 копеек. Очень даже неплохо. И считаю, сегодня столько народу было в этом окей, что я думала просто мы там не пройдем. Вот такие вот покупки были. Надеюсь, вам было интересно. Итак, у нас тут реконструкция некая. То есть мы тут все разбираем, чтобы старые вещи уже кому-нибудь отдать, которые мы не влазим по силой каких-то обстоятельств. Не понимаю, почему так разговариваю, но тем не менее. Вот, сейчас покажу вам свой гардероб, который у меня идет висячий, так скажем. Такое смешное название. А там у меня гардероб, который тут сложен и все. Тут у меня, в общем, мне дарили это пальто. Ну, как не дарили, в общем, девчонка привезла его с Москвы. И это из бутика Бордины, насколько я знаю. Но мне не суть, на самом деле. Тут вот эта натуральная штука. Я уже давно довольно-таки его не носила. Ну, не знаю, как-то нет повода, что ли. Вот так вот. Так, вот такое пальто. Это мое самое любимое. Покупала я его в Модисе. Дальше. Вот это вот пальто мне подарили на день рождения. И у него модель называется... Это Харьковское пальто. Модель называется Алена. Посмотрите, какой цвет обалденный. И она настолько красивая. Вообще, она просто обычная, лаконичная. Но у него очень классные плечи. Дальше. Вот такой костюмчик. Он у меня, по-моему, шина. Вот такой вот костюмчик. Он, по-моему, не помню откуда. Но я его давно покупала, еще канал не вела. Дальше. Вот такая вот ковтюлька шина. Вот такие рубашечки у меня всякие разные. На самом деле, довольно-таки обширный гардероб. Просто я половину почему-то, кстати, не ношу. Дальше. Вот такая вот обычная белая рубашка с Микки Маусом. Обычная белая классическая. Мне нужна была. По-моему, или я в колледж у нее ходила, или что. По-моему, да. На выпускной. Вот такая вот рубашечка из Твоё. Она вот такая полупрозрачная. Думаю, те, кто смотрит меня с самого начала, те уже ее видели. Вот это вообще перешитая мужская рубашка. Она была когда-то... У нее не было воротничка-стоечки, а был такой вот лежачий воротничок. Поэтому как бы пришлось мне ее немножко перешить. Ну, тоже мне она нравится. Вот такая рубашечка тоже из Твоё, клетку. Она менее прозрачная, чем другая. Дальше. Вот такая вот джинсовая. Следующая у нас такая жилеточка. Правда, не знаю, почему я с ней не могу расстаться. Мне она нравится. Дальше. Вот такая вот блузочка полупрозрачная. Так. Кофточка моя. Это все у нас шиин, шиин, шиин. Это Твоё. Это у нас шиин. Это тоже, кстати, ковтюлька. Я в ней встречала Новый год. Твоё. Дальше. Вот это какой-то китайский магазин приносил, Господи. Присылал мне вот такое вот платьишко и две болерожки. Вот такое вот платьишко. Вот так вот платьишки они пошли, но я их почему-то не ношу. Не люблю платье, потому что эти колготки. Вот это мое самое любимое платье. Оно из как материал, так как шерсть. Но оно, видите, с какими классными вставками кружевными. И сзади то же самое. Кайф они платья. Так, вот это моя самая любимая кофта вообще. Но её я ношу только или жилеткой, или под шубу, потому что под обычную куртку не оденешь. Вот этот костюм я вообще ещё ни разу не надела. Это обычный такой вот трикотажный костюм, состоящий из юбки и вот такой вот ковтюльки. Вот это тоже ковтюлька мне приходила с Розы Галл. Она мне безумно нравится. Тут пиджаки такие вот, кофточки, бомберы. Вот такой вот а-ля Шанель. Там, по-моему, даже написано. Типа Шанель. Ага, конечно. Так, вот такая вот ковтюлька с вот такими вот карманами. Так, это тоже у нас курточка вот такая. Вот такая курточка. Всё, шина, по-моему. Не, вот эта с Розы Галла, вот эта с Шииной идёт розовенька. Ну и, в принципе, всё. Маленький такой экскурсион по своему гардеробу я вам, думаю, провела. Ну и что вы думаете? Нашла я вот эти маски сифоровские, сифора, сифора. В общем, не знаю, как правильно. Там они были со скидкой за почти 300, что ли, 200 с чем-то. По-моему, да, вот так вот. 280 рублей или 207. Сейчас чек смотрю. Может быть, тут у меня чек сохранился. Так, они стоят 380. Они были со скидкой. Тут ещё мне карты дали. Вот так в Альдебат я давно не ходила. Вот, поэтому и карты у меня не было. Сейчас посмотрим. Так. Фу-фу-фу, сколько же они стоили? Рукой неудобно. Вот, смотрите. Маска стоила одна штучка по скидке 273 рубля. А так они стоили 390. Ну вот, честно, девчонки, сказать, прямо вот откровенно положа руку на сердце, дороговато для такого объёма. Тут написано, что маска рассчитана на два применения. Вот, сейчас покажу. Где-то вот два применения. Мне кажется, это грабёрки 400 рублей на два применения. Но, по итогу, если учесть, что я их купила по скидке, то довольно-таки неплохо. Ладно. Опустим ценовую категорию. Тут у нас объём 35 миллилитров. По поводу самих масок. Я попробовала вот эту вот уже. Вот эту вот сегодня хочу попробовать. Это у нас идёт такая вот светлая белая маска. White Climb Mask. Так, она правильно называется. Так, сейчас приближу вам. Глина восстановления минерального баланса. Там различные были. Но так как у меня есть маски от Be Shine, я посмотрела, каких у меня не было. Какое название было бы интересно попробовать. Решила попробовать вот эту вот. Если вы распределяете кисточкой, то кисть себя забирает, так скажем, много продукта. Поэтому лучше распределять руками. Я держала 15 минут. Она написана даже в инструкции, что полностью не засыхает, кстати. Несмотря на то, что она глиняная, она не сушит кожу. Кожа после неё какая-то, знаете, напитана кислородом. Я не знаю, как это описать. В общем, мне маска, вот именно вот эта вот, понравилась очень. Честно я вам хочу сказать. И пусть даже она стоит 300 рублей. Я её покупать буду. Тут написано, что использовать её не более 1-2 раз в неделю. То есть это обязательное условие. Но по итогу она мне безумно понравилась. Она не стянула мою кожу, не иссушила. Я её держала, конечно, не 15 минут, наверное, минут 20. Я забыла про то, что нужно её держать 15 минут. Я привыкла, что в лениной маске я держу где-то минут 20-25, а то и полчаса. Но тут вот так вот. Мне понравилась эта штучка. Но, знаете, вот у меня мама пробовала, она сказала, не очень. Ей больше вот без шайн подошли. Тут всё, наверное, зависит от вашего типа кожи, от вашей кожи вообще. Но, конечно, дороговатое удовольствие. Но от без шайн, я вам хочу сказать, 100, 1100, по-моему, 90 стоит. Но там объём побольше. Но распределять её, если захотите попробовать, лучше всего руками, а не кисточкой. Так более экономный расход. И вот такая вот маска. Это тоже у нас рассчитано на два применения. Там различные, они всякие-всякие разные. Есть тканевые, есть для пальчиков, есть ли ещё для чего-то. Я сейчас нахренела от того, что почём там у них кисточки. Кисточки у них полторы тысячи одна штука. Две тысячи там. Вот мне дуофибра понравилась, но мне как-то жалко две тысячи отдавать на кисточку. Так, смотрим. Это у нас глино-кислородное насыщение. Детокс-эффект. 35 миллилитров. Дан-дан-дан-дан. Производитель Москвы. А, импортер Москва. А производитель, по-моему, не указан, да? Объём. Вот, изготовитель у нас идёт с вами Франция. Ну, ладно. Как бы простим их, им эту цену, так скажем, высокую. Но буду я пробовать. Мне её, честно сказать, хватит, наверное, на месяц регулярного использования. То есть на два раза в неделю даже, вот так вот, если руками наносить. Я не сильно толстый слой наношу. Даже, может быть, буду их как-то комбинировать. Но маски мне, мне лично понравились. С моей мамой как-то не активно. Вот как-то так, знаете, кожа разная. Вот видите, у мамы возрастная кожа. У меня более молодая, что ли. Вот так, наверное, правильно говорит. Плюс ещё у меня после ТСАшки, она ещё более такая открытая. Поэтому для неё вот эти вот маски идеальны. Хотя я консультировалась со своим косметологом. Она сказала, глиняной не наносить. Тут я ей звоню, говорю, я вот сифоровские купила. Она говорит, о, вот это можешь наносить. Даже мой косметолог, можно сказать, даже одобрил сие масочки, так скажем. Так что такая вот у меня теперь есть, но не коллекция. Мы будем с вами их в дальнейшем тестировать. И уже когда буду снимать, я обзор набишаю, на все вот эти новинки, которые были мне присланы. Когда я уже всё прям вот конкретно протестирую. И про эти я также обмолвлюсь паром словечек. Вот так. Что мы с вами сейчас будем делать? Мы сейчас будем заливать термос. Заодно я вам покажу, так сказать, предоставлю достоверную информацию о том, что данный термос очень даже неплохо держит температуру своей. И мы с утра с вами посмотрим, так скажем, наглядно. Сейчас я залью. И с утра посмотрим наглядно, как он будет себя вести. У меня есть железный ещё термос, который я покупала где-то за 600 с чем-то рублей. И он вообще абсолютно не держит даже вот кофе. Если заваривать там в нём, то если по истечению, короче, там час-два, по итогу кофе уже становится еле тёплым. А этот мне термос очень-очень нравится. Но я уже вам говорила, что это не реклама. Итак, вот наш горячий чайник, вы видите, да? Пламя, так скажем, любви. И погнали аккуратненько, так как это первое использование, аккуратненько наливать. Наливаем, блин. Камера запотевает. Сейчас я вам налью и покажу. Опа, чуть-чуть разливаю. По краям, но это ничего страшного. Просто я не очень вижу из-за дыма, сколько я там наливаю. Плюс ещё камеру держу. Только, знаете, эффект кальяна немножко, да? Так. Дальше. Не вижу. Ну, почти что я полно его налила. При первом применении у меня всегда все термоса мои пахнут пластмассой. Всё. Мы видим, да? Кипяток. Налито всё практически доверху. Так, это начало не закрыло. Ну, берём вот эту штуку и хорошо её прикручиваем. Прям вот хорошо-хорошо прикручиваем, чтобы... Это, кстати, очень важно, чтобы прикрутить её нормально. Так, а я её не криво прикрутила. Знаете, что я её криво прикрутила? Сейчас. Неудобно одной рукой. Вот мы поставили её ровненько в резьбу, чтобы она поклала. И вот так вот. И. Закрутили. И вот так закрыли. Завтра с утра мы с вами встретимся, так скажем, снова встретимся с моим термосом. И я вам покажу, держит ли он свою температуру. Это кто такой? Это кто такой? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Аньчка? Это что ты делаешь сейчас? О, нельзя. Нельзя. Чё ты гавкаешь? Чё ты гавкаешь? Нельзя гавкать. Ты громко гавкаешь. Нельзя. И ты, мальчик же, хороший. Хороший. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Да. Да. Халюси. Халюси. Ну, чё это за танцы в полнолунии? А игрушка своя покажи. Где игруся? Вот она. Не, вот эту канат давай. Чего? Канат давай. Канат давай. Балда. Канат. Где канат? Игрушка где твоя? Ладно, игрушка. Игруся. Игруся. Да. Фу. Где? Фу. Няу, 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 няу. А глаза как у тебя от вспышки, Айка, светятся вообще? Как двоиня таря. О, да, да. Ну, хороший мальчик. Хороший мальчик. И мне курьер привез две вот таких вот кофточки. Я не знаю, почему он привез именно сюда, но мы, в общем-то, говорили, что встречу не я его. Это первая вот такая вот голубая кофточка с ленточками таким. Сейчас я эти ленты одену и покажу вам. И вот такая вот. Она везде гремела в рекламах. Там будь то это, как называется, Инстаграм тоже у меня выскальзывала эта реклама. На Одноклассниках и так далее. Да в любых таких соцсетях. Даже не в соцсетях. Фильм я смотрела, мне эта кофточка выскальзывала. Сейчас вам покажу. Разверну я покажу. Итак, приступим. Вот это первый наш лот, который я вам говорила, что везде выскальзывала реклама. Откровенно говоря, мне не понравилось. Мне не понравилось то, что она короткая. Я вам сейчас сниму ее на себе. Во-вторых, мне не понравились вот эти вот штуки. Уж дюжи они на соплях пришиты. Вот, посмотрите. Не очень. И не очень сама вот эта вот машинная вязка. То ли она полупрозрачная, то ли что. Но я не знаю, бабушка у меня получала и говорит, Ален, мне эти две кофты понравились. Я знаю, что качество на шее не может быть лучше. И поэтому как бы мне не очень. Но я сейчас померю. Может быть, она на мне будет неплохо смотреться. Тут три цвета. Основной это темный такой серый. А потом идет светлый, кремовый. Вот такой вот слегка розоватый. И горчичный. И тут такие вот полупрозрачные штуки. И мне интересно, как их стирать, чтобы они не отвалились. И вторая ковтюлька. Вот она мне очень понравилась по качеству. У нее внутри флис. Это у меня размер XL. И, по-моему, а этот One Size был. XL. Тут у нас с вами идет флис, как я сказала ранее. И сам по себе она очень неплохо сделана. Вот такие вот у нее рукава. Я уже все прифигачила. Единственный нюанс. Я не знаю, вот будет ли вот эти вот железки при стирке давать ржавчину. Но вы понимаете, да, когда стираете. Просто если недолго замачивать, сразу простирывать машинки. И тогда посмотреть. Ну, не знаю. Вот это прямо сейчас под сомнением. А так задумка, я считаю, очень даже неплохая. Одновременно из спортивной стиля. Одновременно такой девчачий мимими. Сейчас все одену и покажу вам. Итак, смотрим. Айчка. Вы смотрите, какие у меня носочки. Очень симпатичные. Кстати, это из фикса. Краснющие такие. Так, штанишки. Штанишки у меня из Твое. Они такие тоже флисовые. И смотрим на саму ковтюльку. Я бы выключила вспышку, но дело в том, что у меня без вспышки не работает. Мало ему света. Она неплохо сделана. Это модель а-ля не по фигуре. То есть объелись и ничего не видать. Единственное, что я и проглажу, и меня интересует один нюанс. Будет ли она, вот видите, мяться как в жопе. Вот это я терпеть не могу в тканях. То есть вы прогладили ткань, одели ее на какое-то мероприятие. Где-то сели, встали и трындец. И все, вы как из жопы вылезли. Вот. А по поводу рукавов, я считаю, очень даже неплохая задумка. Кстати, несмотря на то, что у меня довольно-таки длинные руки, рукава мне идеальна вообще. Просто суперская задумка. Мне кажется, это вот вся прическа растрепалась. Мне кажется, это будет прям мой фаворит. Очень тепленький. Такой вот классный фаворит. Сейчас вторую кофточку одену. Мне кажется, даже под жилеточку будет неплохо. Сейчас вторую кофточку одену и вернусь к вам. Лот номер 2. Это у нас вот такой вот свитчет. На самом деле, вот если посмотреть на эту ковтюльку в упаковке, не надевая. А мне она не нравилась. Сейчас я смотрю, вроде ничего. Единственное, что я бы эту кофту одела, что-то облегающее. Они такие вот трикошки, вот как у меня. У меня свободные трикошки. А что-нибудь облегающие, черные джинсы там с дырочками. Я считаю, я бы очень симпатично смотрелась. На удивление, рукав мне тоже как раз. Ткань. Не сказала бы, что я ткань приятная вот такая вот к телу. Все-таки немножко как голкость какая-то есть. Не знаю, в общем. Но так неплохо. Кстати, обязательно пишите мне в комментариях, понравился ли вам какой-либо из вариантов. Или оба понравились, или первый, или второй. В общем, интересно почитать ваше мнение. Кто-нибудь совпадает в вкусах, как я. Ну, я не знаю. Я люблю такие вещи. Для меня самый оптимальный вариант, что-то такое интересное. Но тем самым спортивным. Раньше я не вылазила из платьев. Вот. А сейчас я не вылазил из штанов. Аюшка. Айка. Ая. А где твоя мыся? Айка. 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 Мыся где? Мыся где, моя сладкая. Скажи, я сейчас скучился по вам. Прям не могу. Ай. Когда ты придешь в гости ко мне. А, скажи, сесня. Сесня, скажи, моя зайка. Моя зайка такая запастенькая. Запастенькая. Фигуристый мой пацан. Так, не лиси. Фигуристый мой пацан. Скажи. Все, будем заканчивать влёк. Всех мы вас очень челюем. И пока. Пока. Все, бомбалайла. Халигали. Сапоги сандали. Давай, бомбалайла.